Ах, черт, мы снова идем. И вы просто гляньте, какая лютая дичь тут, как это круто, как это классно реализовано. Здесь у нас компьютер из серии ПК за 20К, сидит, трудится, работает, стоит вернее, как это не сидит, конечно же. Вот, тут есть такой гигантский робот, Аорус, и к нему можно спуститься. Мало того, что к нему можно спуститься, ну, типа, да, гигабайт прям поработали, видно, что хотели сделать все красиво. Во-первых, тут можно что-то вот изменить обшивку ему. И вот тут есть всякие, они разные, изумруд, серебристая, синенькая, золотая, розовая. Изменить обшивку изумруд, трио, сапфир, титан, багрянец, сталь, рубин. Поехали, посмотрим на рубин. Ну, какой? Ну, это, это раз, это, это, это не так уж и интересно. Здесь вот, по-моему, самая обычная ржавчина, первоначальная. А здесь можно выйти в режим VR, и ты как бы, ты и есть этот робот. Ага. Правда, делать тут особо больше ничего и нельзя, но сама суть взаимодействия. Жалко, мы не можем увидеть себя здесь, нашего главного героя. Но это ладно. Это ладно все, это ладно. Верну я все в исходное состояние, и мы с вами начинаем нашу серию. Давай. Ты лети там, дрон. Работай с роботом. Классная, классная мастерская, прям лютая, прям, прям вообще. Выйти можно? Выйти нельзя, только, только, вот так, главное меню. Загружаемся. И продолжаем с вами. Так, здесь, помню, 7700К нужен. Здесь у нас два заказа, которые, сейчас я быстро гляну, что там нужно было делать. Смертоносный кто-то очень, и высокий тролль. Смертоносный и высокий тролль, короче, у нас тут есть. Высокий тролль. Ага, тут мы не знаем, что тут. Диагностика и ремонт. А у смертоносного... Сильверстоун. У меня есть какой-то Сильверстоун. У меня есть какой-то Сильверстоун. Так, давай. Ну, скорее всего, это блок питания, потому что в этой игре Сильверстоуновские есть только блоки и корпуса. Корпус менять я вряд ли. Ну, сомневаюсь, что это решит какую-то проблему. Так, а смертоносному нужен какой-то особенный провод? Да! Цвета гибкой морской волны. Именно гибкой морской волны. Гибкий провод цвета морской волны, конечно же. Так. Сейчас мы кобелечки все отключим. И... Морская волна. А у тебя блок не модульный. Тут особо с морской волной не поиграешь. Единственное, где морскую волну будет видно, это вот... ХДД. Вы можете сказать, что я ему поставил не модульный блок питания, но у него бюджет был всего 80 долларов. Хватало как раз на этот блок. Чтобы он был не хуже, чем предыдущая установка. Удаление программ тебе не надо, да? Смертоносный Д. Намертво виснет. Но если были вирусы, диагностика и ремонт бы не подсвечивалось зеленым. Поэтому тут все готово. А тут не все готово. Тут нам нужно понять, в чем проблема. Ой, какой! Ой, какой! Ой, какой! Конечно, да. Ну, мастерская Аорус сделана прям добротной с душой. Не знаю, как вы считаете, но напишите, что вы думаете о ней. Мне прям очень понравилось. После Рейзеровской, вот этой черно-вычерной, чуть черно-зеленой. После Асусовской. Ну, Асусовская прикольная, но там нет такого взаимодействия. Ну, как бы скучненько, скучненько. Тут видно, что... Я не знаю, почему именно у Аорус вот такой карт-бланш от разработчиков. Или Аорус сами ее дизайнили. Или у них было ТЗ для, ну, разработчиков. Типа, мы хотим вот так. Если вы хотите добавить нас, то мы хотим, чтобы это было так. И я очень удивлен, что тут очень много брендов компьютерных не присутствует вообще в игре. Это же, ну, с одной стороны, можно сказать, что, да, их нужно лицензировать разработчикам. Как, допустим, с автомобилями это происходит. Ну, условно, в том же Need for Speed или Forza Horizon разработчики лицензируют автомобили. То есть платят производителям за то, чтобы ту или иную машину засунуть в игру. Но тут я сомневаюсь, что условия взаимоотношений на лицензии, на лицензирование. Ага. Так, материнка. Что у тебя сломано еще? Сейчас я быстренько гляну. Материнка. И все. Материнка, значит, гигабайт. Секунду, сейчас я быстренько куплю это все. Чтобы не забыть. Смертоносный мы тут примем. Все. Я так и не понимаю, в чем была проблема, но они все починили. У меня офигенный запчат. Ты сам писал, что ты фанат Silverstone. Дурачок, что ли? Пролил на компьютер суп. Что, у тебя, может, винты не работают еще? Вот. Я думаю, что здесь вопрос не в том, что нужно лицензировать те или иные бренды и продукцию. А скорее договориться с ними. И для них это своего рода бесплатная реклама. Ну, то есть, камон. Вы присутствуете в этой игре, и почему бы и нет? Asus Gigabyte MSI напряглись сразу же. Почему тут нету словно какого-то чип-тека? Ну, блин. Это странно. Так. Это заказали. Давайте возьмем, закажем на следующий день еще детали. Еще детали. И чтобы все нам завтра привезли. Так, это нам пишет Афальконер, собака агрессивный фальконер, библиотекарь, наверное. Нужен ремонт. Привет! Сможете комп починить? Из корпуса повалил дымок, и комп вырубился. Вы же вроде занимает... Вы же вроде можете бу запчасть поставить? Вот и не вздумайте. Я фанат AVG. Я бы, блин... Если бы я увидел такое, я фанат AVG отклонил бы сразу, но это игра. В жизни отклонил бы. Так, заменить БП и RAM. 16 гигабайт у тебя на 2600. AVG Supernova 650. AVG. AVG. Ты прям фанат. Прям если поставлю не AVG, сдохнешь. Планки памяти. Планочки памяти. 2666 у тебя было, мы поставим тебе какую-то на 3000. Красивую. Вот так. Опа. Хорошо. Так, приятный гид, собака, гид, плакат, точка, орг. Привет, чинешь ПК? Привет, что-то явно полетело, ума не приложу, что там сломалось. Посмотрите вы, вы же профи. Брат его пнул. Брат у тебя дебил, брата пни. И монитор вырубился. А теперь компьютер вообще не включается. Вентиляторы шумят сильнее обычного. Люблю, чтобы все прям блестело, чтобы прям навеханкое. У меня ребенок куда-то залез и реклама вылезает. Удачи, Андрея. Удачи, спасибо. Голодный В Валери Арт Музей.орг. Ремонт. Многоуважаемый господин и госпожа. Окей, там просто почините все. Моя планка памяти спланировала. Оценил юмор? Может процессор умер? Компьютер мне нужен самое позднее к 8-му, 3-му, 18-му числу. То есть завтра. О, а дата бомбические комплектующие? Не? Вы же вроде можете бы его запчасть поставить. Так вот и не вздумайте. Замените раму видеокарту. Так, погоди. Процессор умер? Планка памяти? Или видеокарта? Вопрос хороший. Ну, окей. Заменить раму это понятно. А дата, ты фанат Адата. У тебя стоял на 16 гигабайт 2 400. Давай мы тебя возьмем... А нет, вот это мы тоже по-другому. Возьмем в двухканальном режиме. Поставим, чтобы все красиво было. Че-то в одной планкой. На хрена, у тебя 4 слота, и зачем они тебе нужны, если мы не можем вот так сделать? Адата. Бюджет 700. Ну вот тебе две Адаты. На 3000 МГц. Видеокарта у тебя стояла R9 390 Gaming 8 GLE. У меня есть рейтинг комплектующих? Нет. А почему, кстати, у меня его до сих пор нет? Надо купить. За 600. Я считаю, что прям нужно нам пригодиться. И-и-и-и-и-и видеокарты. У тебя там стоит R9. 390 Gaming 8 GLE. 390. Просто, вот смотрите, у него 390, у меня есть 390 X. Просто, сильно ли они отличаются? По цене так не очень вроде. LE еще, господи. Сколько страшных букв. Ну давай возьмем вот такую. А вдруг там процессор просто тоже менять нужно? 1500X. Это получается, итого, 210. 190. Это у нас 400 и еще 350. Как раз попадаем в бюджет, который нам необходим принять. Так. На следующий день. Такие дела. И в общем, да, мои господа, сегодняшняя тема обсуждения. Почему я сказал, неделю видеокарт мы объявляем? Потому что новости я нашел не одну, а даже много. Что NVIDIA, между прочим, уже готовит видеокарты 30-й серии. RTX 30 Super. Не успел народно сладиться 30-й серии. И не успел не потому, что NVIDIA их как бы не хотела продавать. Она бы хотела. Ну она, как бы, в принципе, NVIDIA сама не особо продает. Она там гендером чипы растет. Короче, нет к наличию. Майнеры все раскупили, скальперы хереновы. И все, и ГГВП, и... Не знаю. Я посмотрел по статистике Стима. Там такое мизерное количество людей, у которых 30-60, 30-70, 30-80, 30-90. Просто в процентном соотношении там что-то 0,1%, 0,15%. Ну... Прям очень-очень все плохо. Ну вроде как сейчас. Будем надеяться. Будем надеяться опять же. Тут вышед не сглазить. Все потихоньку на поправочку идет. И цены пошли вниз. А это не может не радовать. Прям реально не может не радовать. Но фишка-то в том, что NVIDIA планирует уже в начале 22-го года представить супер-серию. А в конце этого года, в ноябре, уже выйдут... Ну покажут ноутбучные версии. 30-й серии супер. И с одной стороны, как бы в этом нет ничего плохого. Это естественный процесс эволюции чипов графических и так далее. Но мне хочется спросить у NVIDIA одну вещь. Ребята, а вы не хотите наладить производство чипов обычной 30-й серии? Мы как бы тут все ждем. Когда там мощности увеличатся. А вы тут уже хотите следующее делать. Ну такое. Высокий тролль. Секунду. Что там высокий тролль хотел? Высокий тролль, он, 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 да самое. Салатовый гибкий кабель. Ох уж эти салатовые кабеля. У меня есть салатовый кабель вообще? Есть, конечно, да. Я помню, что я покупал для него. Это странно. Это странно. То есть NVIDIA, она же сама чипы не производит. У нее, ну, есть договоренности. Допустим, насколько я помню, сейчас Samsung для нее большую часть чипов производит. Возможно, какой-то, ну, не TSMC точно, TSMC оккупированной компанией из Купертино. В смысле, где кабеля не хватает? Я сейчас не хвачу. Все. Возможно, возможно, какие-то другие там, ну, я просто не знаю, кто там еще, блин, делает чипы. Foxconn вроде собирает. Можно? Спасибо. Foxconn собирает Samsung, один из больших производителей чипов. Ну, а Samsung еще и для AMD чипы делает. И, соответственно, нагрузка очень большая. У Intel свои мощности. Intel NVIDIA, я очень сомневаюсь, что поможет в производстве чипов. Но вопрос в другом. Окей, у вас нет своих мощностей. Строить завод с нуля для производства... Неважно, чипов для видеокарты, для процессоров, вообще неважно. Это долго. Это длительный процесс, который занимает несколько лет. И если сейчас закладывать и бюджет, и, допустим, вообще идею вот этого, что нужно построить завод, то ты его будешь строить даже не под современный техпроцесс. Сейчас сколько? 5 нанометров самый актуальный, самый новый. Уже есть смысл строить там сразу по 3, по 2. Я не знаю, какой там будет через 3 года. Потому что года через 3 примерно этот завод и построится. Не раньше. Но! NVIDIA по-хорошему. Это, конечно, такое немножко скотское решение. Но она могла бы надавить на тот же Apple. Не знаю, насколько это было бы правильно. И не получили бы они по шапке каких-то судов за такое решение. Но давайте рассчитывать из-за того, что современный мир это капитализм. И все фирмы, в принципе, ориентированы в первую степень на прибыль. Это нормально. И NVIDIA было бы выгодно получить дополнительную прибыль, реализовав новые видеокарты. Причем ей, на самом деле, как компании, персонально Дженсену Хуангу, ему реально персонально похуй, куда будут уходить эти видеокарты. Майнером, не майнером. Он будет доволен, потому что прибыль придет. Голодный в этом. Кто там такой голодный? А да-то. Вот. Насколько мне помнится, в прошлом году NVIDIA купила очень замечательную фирму под названием ARM. А ARM это как бы не хухры-мухры, а целая компания из Великобритании, которая занимается лицензированием чипов. Вернее, не столько, по-моему, даже, ну да, процессоров, чипов. Не столько чипов, сколько процессоров и микроархитектур. Потому что большая часть, там, львиная часть патентов, которая существует в мире, она принадлежит ARM. И как-то через них, ну, я думаю, это может быть маловероятно, потому что все риски, если учесть, то, ну, Apple сразу вскукарекнет и начнет, вот, вы мешаете, ко-ко-ко, производству наших, там, великолепных процессоров. Хотя, кстати, да, процессор у Apple это одно из немногого, что у них, на самом деле, неплохо выходит делать. Но, опять же, не свои же наработки, а ARM-овские. Вот, и могли бы как-то надавить на рынок, чтобы, ну, заставить фабрики работать чуть-чуть на себя. Я знаю, что это выглядит так себе, но ты, в принципе, когда в таком большом бизнесе, должен использовать любые инструменты и рычаги давления, которые у тебя есть. Они там, акулы, похлеще, чем, я не знаю. Ну, я даже не знаю, с чем сравнить крупных вот этих игроков и инвесторов из мира бизнеса. Они самые лютые, самые беспринципные и опасные. В смысле у тебя тут ничего нет? Хорошо, да? Ну и отлично. Вот. Nvidia планирует 30-ю серию Super. 30-я серия Super примерно должна получить такой же прирост по производительности, как было с 20 Super. Довольно ощутимый. Ну, то есть, процентов на 5-7, даже если, то это будет неплохо. И если, как было, что 20-70... Нет. Ну да, 20-70 Super была между 20-70 и 20-80, то я вам скажу, всякие видеокарты по типу 30-70 Super, это уже, считайте, по мощности, ну, будет почти как 30-80. Да, у нее будет меньше памяти на борту, но... Блин, если они смогут дать прирост 10%, это будет прям великолепно. Принимаю оплату, RAM работает, спасибо, у них офигенные запчасти, Адата. Выбросить. Принять оплату здесь. Провели диагностику, отремонтировали, сделали все очень быстро. Конечно, быстро. Компьютер и комплектующий вам доступен... Коллинк Биг Чингус. Добрый день. Добрый. Опа, я там вижу, что-то продается хорошее. Нет, 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 нет. Блин, он сломанный, опять же, сломанный пока, можно его, конечно, взять, но там видюха не будет рвать. Хотя ладно, похор, давайте купим. Так. Falconer BP RAM, а этому нужно диагностику. Приятный гид, значит, приятный гид. Давай посмотрим, что у тебя не работает. Короче, такая вот история с NVIDIA. Я надеюсь, что они к концу года, ну, в принципе, уже видеокарты начинают появляться. То есть, в какой-то момент их, в принципе, нельзя было купить. Их просто не было в магазинах. Потом они были по невероятным ценам. Потом их опять не было. Сейчас их можно купить. Реально, можно. На том же компьютер-юниверсе они есть. Да, они от всех вендоров. Но сейчас... Не самое лучшее время, чтобы привередничать. И я хочу видеокарты только от AVG и идите нахуй. Нет, блядь. Будет Asus 3070 Ti по хорошей цене, ты возьмешь эту Asus 3070 Ti. И все. И я уверен, многие это сделают, если не хотят ждать, конечно. Вот. И цены, я вам хочу сказать, на самом деле падают. То есть, сейчас я смотрел график. В какой-то момент наценка на видеокарты доходила до... Ну, получается, вот есть MSRP. Это рекомендованная цена, допустим, от NVIDIA. Но мы понимаем, что нереференсные решения, решения от других вендоров всегда дороже. Потому что там переработана система питания, система охлаждения и всякие другие ништяки, которые вам продают маркетологи. Внешний вид тот же, почему нет? Это тоже влияет, это тоже влияет на цену и на выбор иногда некоторых людей. Так вот, MSRP обычно... Ну, то есть, нет, не MSRP, получается, цена, допустим, той же 3060 примерно, там, от 15 до плюс 100 долларов от рекомендованной ценой NVIDIA. В зависимости. Ну, допустим, даже не 3060, потому что там не такая супер большая ценка. 3070. 3070, потому что там уже бывают всякие версии с жидкостным охлаждением, где у тебя там сверху водянка прихреначена. И... и вот. Так, Ryzen 1700, вижу. Надо тебе купить его. И в какой-то момент, мало того, что, допустим, там, условно, 3070, я не помню, сколько у нее была розничная цена, рекомендованная от NVIDIA. Ну, допустим, она была 700 долларов. Я реально не помню. По-моему, что-то около того. Наценка была плюс 200 с чем-то процентов от 700 баксов. Даже не от 700, а от той, которую уже накрутили вендоры. То есть, допустим, рыночная была 700 от NVIDIA, плюс вендор, допустим, закинул еще 50 своих за всякие улучшения. Получилось 750. И еще умножьте это минимум на два раза. И вот такие цены были. 3090 вообще заходило за 3000 долларов на Амазоне и eBay. Я когда это увидел, я охерел. Это было в начале мая. И сейчас цены падают. Сейчас по немецким магазинам в среднем, опять же, в том же Computer Universe, наценка не превышает 25%. Это уже очень большое падение. Очень важное падение. Я надеюсь, что эта динамика будет сохраняться. И к осени мы получим уже нормальную цену, которая должна была быть на старте. И дай боже, чтобы... Да, дефицит продолжится. Никто не говорит, что он закончится осенью. И опять же, очень много факторов, которые нельзя сейчас учесть. Все может быть. Завтра, может, биткоин будет стоить 100 тысяч, а эфир 10. И все, и жопа опять. Но! Мы надеемся на лучшее. Мы надеемся, что все будет красиво. Что я смотрю? 1700X. Бюджет 600. Что у тебя еще не работает, слышишь? Гигабайт у тебя был. Я же тебе все поставил, твое, да? Так, идем к этому товарищу. Вот, надеемся на лучшее, как говорится. Надеемся на то, что все будет хорошо. Напишите мне, что вы думаете о том, что делает NVIDIA. Ждете ли вы понижение цены, доступность этих видеокарт? Вообще, хотя бы обычной 30-й серии в магазинах. И если да, если вы планируете обновление, то на какую видеокарту, собственно, вы хотите обновиться? Будет интересно прочитать. Так, это мы продаем. Это старое не нужно никому уже, а это новое и нужное. Блок питания, пожалуйста. Нахрен с пляжа. Блоки питания. Я сказал, продано. Процессор. Система охлаждения. А, фальконер. Фальконер, что там тебе надо? Просто фанаты VJ. То есть, неважно, какие провода у тебя за фальконери сюда. У тебя там такой, ну, типа белый. Просто белый, белый с черным, с красным. Давай черный или красный, акценты от MSI давай. Уже все красиво, что было. Сделаем и все будет замечательно у нас. Поехали, 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 поехали. Это Silverstone'овский корпус, кстати. Чей-то корпус? Чей-то корпус? А, нет, стойте. Нет, никакой не Silverstone. Это NZXT, как я не узнал. Потому что он белый. Поэтому я его и не узнал, собственно. Так, это сюда. Принять оплату BP, как на VJ и комплектующий новый мастер. Вообще-то спасибо, по-братски. От души. Так, тут мы все еще ждем. 7700 кей недоступен. Доступен 7700 обычный. Сюда мы заказали 1700X. Нахрена нам? Вот этот мы его продаем. Скотти Би. ПК для стримов. Как дела, Скотти Би на линии? Спасибо, что спас ЦП. Вообще не думал, что зажарил его. Гайд по разгону дурачок какой-то криворукий писал. Приунывает. Ну, не суть. Помнишь, я писал про ПК чисто под стримы? Народ на канале ворчит, что ФПС низкий. Эээ, может, это поможет? Соберешь что-нибудь? Не обязательно прям топ-топ. Спасибо. Меня уже смотрит 2032 тела. Блин, откуда ты столько бабок берешь? Вначале косарь на ПК новый, потом еще 700 долларов на другой. Можно запустить Adobe Premiere Pro CC. Минимальные системные требования. Работа от 200, бюджет 700. Так, вылит ран. Adobe Premiere. На хренате Adobe Premiere? Что-то, ну, в Premiere ремонтируешь. Шифт Pro. Минимальные, значит, для минимальных. i3-6100, 1050. Короче, вообще мелочь. У меня как раз есть DFL-мотиватор. Короче, все есть. Материнки нет. Материнку возьмем для Кэби Лейка, наверное, 7. Вот это вот. Или нет, давайте для Sky Lake все-таки i5 тебе поставим. Так, материнские платы. Материнские платы Sky Lake. Sky Lake. Собственно, Sky Lake. План к памяти добавим. Добавим тебе DFL-мотиватор еще одну. Где она у меня? Вот такая. Видеокарточка у меня есть для тебя. Хранение данных. Блок питания. Понял, 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 принял. Кстати, насчет корпусов. У меня есть Leon Lee. У какой? Посмотри, какой лютый. За 37 долларов всего тебе его. У-у-у, красота. Охереешь от счастья. Так. Давайте сюда 2 терабайта. И еще SSD-ху долбаним. У-у-у, красота будет. Вообще лють. Охлаждение какое-то там есть. Так, это Скотти Би. Популярный стюард собакопопулярный. Штайнбек. Во. Хотел попросить подремонтировать. Друг сказал, что вы компы настраиваете. Сможете починить кое-что. Я вообще не понимаю, что не так. Помогите. Я упал на ПК и там что-то хрустало. Опять эти люди, которые падают на ПК. Господи. Скоро, скоро по кругу все пойдет. И начнут люди варенье проливать. И так далее. И это было не у меня. Подозреваю, что материнская плата самое слабое звено. Он пыльный. Это же нормально. Комп выглядит очень простенько. Может, никакой оранжевый кабель поможет. Короче, материнка, да? ДФЛ. H-170 X-Tune. Фортюн X. ДФЛ. Ва. ДФЛ. Вот это. Да. Давай, принял. Хаслам. Дезмон. Собака. Мятный. Хаслам. Офис. Точка. ТВ. Новый ПК. Привет. Можно попросить. Мне нужен новый ПК. Поможете. Хотел бы баллов в производительности. Хотя бы 10 тысяч 40. Я очень... Я хочу сжечь и пепелить с двумя видеокартами одновременно. Мне бы рассказал, что нужно обязательно ставить AMD. Вы же вроде... Можете буду запчасть поставить. Вот и не вздумайте. Надеюсь, вы поможете. Д. Хаслам. Мятный. Хаслам. Офис. Блин, братан. Сейчас. Сейчас соберем. Сейчас все. Не это самое. Не ссы. Смотри. 1800Х. Так. У меня есть какая-то новая система охлаждения? Нет. Сейчас это самое. Разберемся. Точно нет. Да. Я вот тут сюда не посмотрел. Сейчас. Значит. Кракен. Х53. Материнка тебе нужна. Естественно. Под Рязань. Под Рязанечку. Так. 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 Сейчас. Сейчас. Вот такие две. Опа. Опа. Две по 16. Видеокарты Давай Asus Хранение данных Вообще все равно на самом деле У тебя здесь просто 2 терабайта Давай SSD Блок питания Нужно что-то мощное, чтобы все это запитать Добро Что-то побежит 3,250, нормально Корпуса Корпуса Так, что тут не твое Тут много не твоего Короче, корпуса На корпуса тоже тебе сейчас что-то MSI MPG Sekiro 500X А? Какой? Хочу эту Sekiro тебе поставить Так, дружище Ну типа все, да? Окей Денис Кенворси, собака медицинская Кенворси, Enter Помогите, пожалуйста Можете помочь Хочу, чтобы вы починили ПК Суть такова Хотел поставить новую систему охлаждения ЦП Она надавила на память И алга Сможете сделать все к 20.03.18 числу Через 12 дней Я фанат Corsair А вы кастомные кабели Ставите гибкий синий, например Заменить воздушную систему охлаждения И рам Рам у тебя была на 16 гигабайт 3000 Планки памяти Corsair На 16 гигабайт 3000 Отлично Система охлаждения Воздушная Прям воздушной некуда, чтобы было О, вот такую лютую А, нет Еще напишу Это хуже Напишут, что это хуже Тогда такую же гигабайт Я ставлю и все Я не выезживаюсь Принять Так, на следующий день На следующий день Мне это добро Посмотрим, все ли мы успеем сделать Чтобы серия не получила Супер длинная Давайте пару компов Буквально парочку Из этих Хочу сборку организовать Это что? А, это корпус Так, Скотти Би Короче, соберем Вот этому Хасламу Дезмонту И вот это сделаем С этим товарищем 1700х тебе Так Система охлаждения Вот это была твоя Держи Приятный гид Приятный гид Приятный гид Кобеля Кобелечки Синенькие Тебе Такое все Синенькое А блок питания Не модульный Поэтому Дофига проводов Синих не будет И на вирус Мы его проверяем Так 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 Чипсы-чипсики Антивирус Давай-давай-давай-давай-давай-давай Давай-давай-давай-давай Давай-давай-давай Давай, не томи Ну, гигабайт Прогружай Это не в нем дело А в жестком диске Или SSD Все Ой, красота Так, хорошо Бум Начинаем Вот с этого товарища Пошли ему бенчмарк запустить Ля, какой корпус Просто посмотрите На этого демона Это есть Хранение данных С этой стороны Вообще Договорились Не проблема Окей Окей На самом деле Корпус Рассчитанный на Кастомную Жидкостную систему Охлаждения Прям сюда Гигантская Помпа Идеально Заходит Прям Идеально 1800X Тебе сюда Опа Две планки По 16 Гигабайт Сейчас тоже Сюда Вот так Опа Раз Опа Два Естественно Система охлаждения Нуждается В охлаждении Система охлаждения Нуждается в охлаждении Процессор Нуждается В системе охлаждения Что не так Да Придется удалить Не то Что это Придется удалить Нет Тогда лучше Наверное Сверху Во Вот так Корпусный Вентилятор Эти Верну Я не знаю Куда я потом Смогу деть Эти 200 Миллиметровые MSI А почему Оно не становится Это бред Он же Сверху Крепится Ну ладно Допустим Не становится Или типа В те же Пазы Винты Вкручиваются Хотя Ладно Ладно Все Типа Не доебываюсь Это Вытащил Это Вытащил Видеокарточки Видеокарточки Раз Цветали Яблони Игруши Блин Еще столько Бабла Осталось Можно было Третью Видеокарту Хотя она Вряд ли Вытянется Блоком питания Хаслам Дезмонд Так Тут Принять Оплату Провели Диагностику Отремонтировали И сервис Просто Офигенский Хаслам Дезмонд Вообще Не было Никаких Пожеланий По По Кобелям Поэтому Белые Поставлю Тебе Вот Так Вот Так Вот Так И Вот Так И ОС Сейчас Установим И Вообще Будет Красота Крас Красецкая Погнали Надо Было Сюда Все-таки Воздушку Ставить А Сверху А Сверху А Сверху А Сверху Может А тут Поставить Я не знаю Ладно Уже Все Поставили Поставили Я просто Реально У меня нет Идей Куда Я потом Могу 200 Миллиметровые Винты Присобачить Не во все Корпуса Они залезут Конец Концов Продам Ляп Смотреть Про Сколько Поцветки У тебя Ой Просто RGB Мейстер Гроссмейстер 3DMark Запустил Так Скотти Би Минимальный Для Adobe Premier У тебя В таком Корпусе Попсовым Будет И тебе Блок питания Не купил Вот и дурак Короче Скотти Би Ты ждешь Ты ждешь Я забыл Я забыл про блоки питания Скотти Би Ты представляешь Ты представляешь Какой дурачок Вообще не знаю Как с этим жить Теперь Так Система охлаждения Продать Это поставить Это поставить Планки памяти Сломаны Держи А в смысле А что Рам не поставил Деннис Кенворси Деннис Кенворси Синий Гибкий Договорились Деннис Кенворси Ага Чувствовал Что еще Проводочек Гибкий Синий Давай Просто Кабель Менеджмент Несмотря На Места Куда Нужно Засовывать Кабеля Проводим Есть Такое Есть Такое Красота Деннис Кенворси Да Рам Работает Без нареканий Очень Приятственно Было Увидеть Комплектующие От Corsair Не новые Детали Недоступны Еще 7700 Кей Допустим Так 10600 Отлично 10600 Дезмонд Хаслан Очень хорошая работа По сборке Пока Договорились Так Этот мы оставим На следующий день Блок питания Все таки Молодому Человеку Нашему Мы приобретем Приобретем И что то модульное Надо взять На самом деле Не модульное Вообще Не весело Доставка В этот же день Перейдем 13 уровень Так Давай Поехали Блок питания Шин Power King Хранение данных Это есть Смотрим Бюджет осталось 505 Не ссы Вложимся Скотти Би Вложимся 355 Осталось Все нормально Давай поставим Тебе Вот этот Процессор Великолепный Сюда Систему Охлаждения Блин У тебя могу Жидкостное Поставить Хочешь Хочешь Скотти Би Не жалко Для хороших Людей Не жалко А сюда Вот теперь вопрос Влезет ли планки Памяти Влезет Все влезет Все скотти Красиво Все будет Сколько осталось 145 145 Это 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 Как раз Смотрите Это как раз Видеокарта 145 Блин На тебе Здесь 60 Нормальную Такую Founders Edition Красиво Создайте Я не закину Наверное Потому что Это будет Слишком дорого Да Без SSD Во Нормально Как раз Ровно 4 доллара Остается Без SSD Братан Без SSD Белые кабеля Погнали Вот жалко Он сюда Не становится Типа конфликтует С этим Кулером А так Не на самом деле Вполне Такая годная Сборка За 700 Долларов На 2018 Год Хочу я Сказать вам Правильно У нас 2018 Март 2018 Типа Норм 1060 6600 Кей 2 по 8 Гигабайт Планочки Да Без SSD Это плохо Конечно Ну Ну что поделать Кому легко Как говорится Так Давайте мне Мой 13 уровень Спасибо Разгон видеокарты Вы разблокировали Программу Которая позволяет Разгон Разгон видеокарты Видеокарты разгоняются В пределах определенных Программ Для оверклокинга Это означает Что необратимо Повредить их Значительно И Что Необратимо Необратимо Повредить их Значительно Сложнее Чем другие комплектующие Ага Все понял Новый уровень Суки Дайте мне 7700 Кей Зачем мне 7350 Кто вообще Покупал Такой Прот 7350 Господь Могущий Ладно Останавливаемся На этом Тут диагностику Будем проводить В следующем Эпизоде Дамы и господа Я благодарю вас За то что вы Посмотрели эту серию Подписывайтесь На канал Подписывайтесь Также на Телеграм Канал и Группа Вконтакте Ссылки на Которые Вы найдете В описании Подар Роликом Ставьте лайки Комментируйте И увидимся В следующей серии Прохождения ПК Билдинг Симулятор И в других Играх Всех обнял Спасибо за субтитры Алексею